Время новостей на телеканале ПС. Это программа «Сейчас в регионе». С вами Алексей Шемякин. Добрый день. Сегодня в Архангельске стартует 23-й международный фестиваль уличных театров. К нам уже приехали 11 коллективов из Дании, Франции, Бельгии, Аргентины и России. В 16.30 на площади Мира выступят артисты из Дании. Затем тут же начнется карнавальное шествие до драмтеатра. В связи с этим набережная Северной Двины будет закрыта для всех видов транспорта с 18 до 19 часов. Ну а полвосьмого вечера состоится торжественное открытие фестиваля. По словам художественного руководителя молодежного театра и президента фестиваля Виктора Панова, такое яркое событие, как правило, встряхивает весь город. Вот что главное в этих фестивалях, что люди и творческие коллективы живут этим. Я не могу говорить про фестивали, у которых вот так вот выстроено все, знаешь, как вот филармонический концерт одно за другое. Здесь как утром начинается, так играются спектакли, потом здесь ночной клуб, обсуждаются все спектакли, проводятся там дискотеки всякие. Каждый театр ночью что-то выступает для всех участников фестиваля и мастер-классы. В округах Архангельска не будет воды. Это произойдет завтра с 6 часов вечера и до 8 утра 21 июня. Отключение коснется Октябрьского, Ломоносовского, Соломбальского, Маймаксанского округов, а также Майской горки и округа Варайна-Фактория. Специалисты предприятия «Водоканал» на участке от проспекта Ленинградский до улицы Карпогорская будут подключать водопровод диаметром 500 мм. К другим темам. Золотую свадьбу сыграли в Архангельске. В ЗАГС влюбленная пара вернулась спустя полувека. О секрете долгой семейной жизни расскажет Вадим Федосеев. Две заветных подписи и вот они снова жених и невеста. Юбилей совместной жизни Анатолий и Любовь Гнатюк решили отметить торжественной церемонией в Архангельском ЗАГСе. Вместе уже 50 лет познакомились в далеком 67 году. Она работала воспитателем в детском саду, он инженером. Красивую незнакомку Анатолий Гнатюк приметил на танцах, когда все пошли домой. Не растерялся и предложил девушке познакомиться. Она впереди шла, а я шелодил. Он меня догнал и мы познакомились. Догнал, говорю, девушка, можно вас проводить. Проводить, пожалуйста. Проводил, вот и завязалась у нас крепкая дружба. А потом она в любовь крепкую. И вот 50 лет прожили вместе. Родилась дочь, сын. Потом на свет появились внуки. В семейной жизни было все. И ссоры, и выяснение отношений, но они всегда мирились. Секрет семейного счастья Анатолия и Любовь Гнатюк очень простой. Терпение, уступать друг другу во всем. Главное любить друг друга, прощать, ценить, уважать друг друга. А главное терпение, терпеть друг друга надо. Всегда всю жизнь за эти 50 лет пришлось и терпеть, и все делать. Для нас это вообще большой пример для всех. Для детей, для внуков, для правнуков. Потому что мы считаем, что у родителей семья просто идеальная. Так нас вырастить, это огромное спасибо за то, что нас вырастили такими. Все время собираются в кругу семьи. Все близкие, все родные. Мама с папой просто очень гостеприимны. Анатолий и Любовь Гнатюк уверены, отметят еще и бриллиантовую свадьбу. К слову, традиция честовать серебряных и золотых юбиляров зародилась в России еще в 2000 году. В Архангельске каждый год как минимум одна семейная пара отмечает 50-летие совместной жизни. Вадим Федосеев, Александр Кузнецов, Архангельское телевидение. Десятки российских рок-групп и их самые известные песни. Почти тысячи зрителей. Таким стал рок-фестиваль МОЗ-2017 на острове Краснофлотске. В Архангельске он пошел в четвертый раз. На малой сцене выступили местные команды корейца, перпетум мобили, солнце в тетрадке. С большой сцены доносились хиты таких музыкальных коллективов, как пилот, караканы, анимал джаз. Артисты раскачивали публику как могли, но признались, с архангельским зрителем работает непросто. На самом деле все суровые же с виду в Архангельске, всегда. Но когда к ним обращаешься по-человечески, он расцветает, но не сразу. Традиционно спонсором ОСТА выступили компания Теледвакси. Зрители могли узнать о новых продуктах и предложениях оператора сотовой связи. В этот раз на музыкальном фестивале нашлись развлечения и юным любителям рока. Для них организаторы подготовили детскую площадку. Ну а все желающие смогли сдать нормы ГТО. Следите за нами, мы вернемся в эфир в 16 часов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин